МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель у студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Самые щирые и проникненные слова любови и удячности на этом тыдне у нашей стране примали женщины-матые. Прочистые приемы, святочные встречи, концерты и акции отбылись во всех кутках Гомельщины. Про то, как веншовали и ушановили представниц пригожей половы человечества, которые носит гоноровое звание «Мама» – репортаж Вероники Ворошилиной. День Мати свята добрая и пяшчотная. Это еще одна махчимость поддяковать и подарить радость женщинам, которые выполнили в жизни свое головное призначение и являются узором любови, надеи и прабачения. День Мати у Беларуси отзначается 14-го Кастышника, начиная с 1996 года. Тады ж урочили и первый орден Мати. Все лета им узнагороджены 30 жахара Гомельской области. Урочистая процедура ушанования женщин стала головной часткой святочного приема от имя старшиней Гомельского облаканкама. Кожная из этих Мати героинь гадует и добросумленно выховывает не меньше как пятерых детей. Усяго ж у регионе сегодня проживая маль 13 тысяч шмадетных семьях, и каждый год их количество увеличивается. Городские улады Гомельской епархии Беларусской Православной Церкви вырешили объединиться в Веншавании с Днем Мати. У фойе Городского центра культуры для гостей разгорнулася выстава дитячей творчести, а со сцены маленькие артисты дарили шанчинам музычные сувениры. По часу Рашиста с 4 шмадетные гомельчанки были узнагороджены орденом Мати. Усяго ж за историю свята областным центры готы у гонорову узнагороду отрымали 113 жанчин. Як и належать, у День Мати представниц прыгожей половы человечества одорвали кветками, сердечными веншаваннями и пожаданнями на предприемствах и организациях Гомельщины. Жанчины, собравшись разом, делились со своим особистым опытом и секретами на кон того, якими якостями повинны володать батьки, ка побудовать зуртованную великую семью и выхавать у ее добрых детей. Одной из самых масштабных ведущих громадских акций, примиркованных до свята, стало «Дорогое слово мама». У делу ей приняли заслуженные мати, ветераны працы, жанчины-керовники, шмадетные и молодые мати. Программа акций, якая дарыша протягивает цей зараз, продуглеживая проведение широкосвяточных концертов и приемов, охопливая о малюсе районы. Стартовала я на Укарме. По часу Рашиста с тетут ушановывали лепших жанчин-керовников, молодых шмадетных мати, и отзначили заслуги жанчин, якие занимаются громадской и миротворшей деятельностью. Каличь на сцену поднялась и заслуженная мать, и ветеран працы Ханна Анишенко, якая выховала 11 детей, 28 унуков и трех праунуков, зала аплодировала стояще. Желаю молодым только счастья, здоровья, удачи. Не бойтесь детей, глядите, сейчас платят, раньше нам не платили. Мы два месяца после рода побелись с детенком и пошли на работу. Работала, трудилась, и теперь желаю всем удачи, только чтобы были все примерными, такие, как мои дети. Супрацовники областной организации белорусского товариства «Червоного крыжа» разом с волонтерами наведали у дзянь мати жанчин, якие стратили своих детей. В этой доброчинной акции «Махшимость реальна да помахчи одиноким и застарелам». Только уручением подарункам я на Николе не обмежевывается. Акцент робится на то, как выслуга человека, доведаться об его проблемах и при необходимости да помахчи. С поспехом прошел в регионе областный день мати, я на клюши у себе круглые столы, групповые занятки и промые телефонные линии по проблемах жанчинного здоровья. Усе мероприемства прошли под девизом «Усё починается с мати» и были накерованы на популяризацию материнства и семейных каштовностей. У минулом году в Беларуси заявилось на свет амаль 120 тысяч детей. Это самый высокий показчик за пошли 20 годов, а на роджальность у Гомельской области – наивысшая по краине. Летость в нашем регионе народилось и 12 800 детей. Для правонания сё лета такая лечба была амаль досягнута уже до вероясня. Однако при этом у Беларуси отзначается тенденция до позднего дета роджения. Сегодня многие женщины заводят детей после 25 годов. У сёд шастей мамами становится после 40. Женщины желают быть социально активными, не делают карьеру и, соответственно, отодвигают рождение ребёнка на более поздние сроки. И, к сожалению, это тоже несёт определённые проблемы. Не застались у Бакуа Дня Мати культурные установы региона. До приклада у Музея истории города Гомеля юные наведольники могли подарить своей матери бесплатный поход на усеи дейвчей экспозиции. Супрацовники библиотеки филиала номер 12 подрактовали подарунки для женщин, которые народили детей миновита 14-го кастричника. Дарышу сяго у Гомеля у День Мати заявилась на свет 33 децяці, 19 хлопчиков и 14 девчонок. Свои веншавания библиотека передала у Гомельске областный роддом. Жанщинам подарили книги за прошальный квиток у библиотеку, азбуку и развивающие ульни. У гэтая свята, здаецца, ни одна матья не была обделена увагой. На Гомельшине повсюдно ладзелись отекавые концертные и веншавальные программы. Гэтая святочные мероприемства проходили у тёплой душевной атмосферы, у сопровождении щирых сердечных слов подяки и пожаданий у адрес Жанщин Мати. А як инакш, бог это самые дорогие и близкие для каждого человека, медь якого само по себе велизарное бесценное счастье. У Светлогорску наближается до завершения один самых буйных инвестиционных проектов – будовництво завода белиной сульфатной целлюлозы. Его реализация да поможа вырошить шерох вытворчих проблем у паперовой промысловости, скратить импорт и повеличить экспорт. Подробясь не об гэтой, а так само инших экономичных новинах – у наступным сюжете. Будовництво завода у Светлогорску вышло на заключенный этап. Обсталевание уже смонтировано и рыхтуется до пуска наладочных работ. Параллельно ведется доброупорадкование территории. Один из наибуйнейших на сегодня у Гомельска и в области инвестиционных проектов реализуется с 2012 года. Его кошта маль 900 миллионов долларов. Развлековый термин окупности – каля 10 годов. Будовництво ведет китайская корпорация «Инжиниринга Самс», якая уже зарекомендовала себе на инших объектах в Беларуси. У разгар работ на будущем предприемстве працевали каля 2000 китайских специалистов. По кулюсе обеленная целлюлоза заводится у Беларусь с замяжи. Вытвор, шесть этой сыровины у Светлогорску, даст махчимость отмовиться от импорта, снизить себе кошт продукции, а так само самим поставлять целлюлозу на внешний рынок. Из 300 тысяч где-то 160-170 будет производиться для внутреннего потребления, чтобы обеспечить свои фабрики все. Ну а примерно 230-240 пойдет на экспорт. То есть мы убиваем сразу как бы двух зайцев. Во-первых, решаем проблему импортозамещения. Сегодня мы покупаем все это по импорту. И кроме того, так сказать, мы решаем проблему экспорта, причем солидного экспорта. Реализацию еще одного инвестпроекта уже смогли оценить водители, яке окорастаются трассой М5 Минск-Гомель. У конца минулого года была завершена реконструкция участка, яке связывая областный центр со Жлобина. А кроме замены 86 километров асфальтового покрытца, поширена проездная частка, проведена установка необходных знаков и огороджа, уладкованы объекты придорожного сервису. Сегодня трасса М5, отповедая усим сучасным стандартам, на ГТМЭТы было выдатковано свыше 350 миллионов долларов. Гроши, сгодно зумовыми контракту, вылучил китайский Эксимбанк. Як и любой инвестиционный проект, ГТП повинен окупить финансовые укладания и дать прибыток. Тому с 1-го листопада проезд по даденым участку для аутотранспорту с краин, яке не увоходят умытный союз, станет платным. Торечу, в будущем спис платных дорог у Гомельской области пополнится. Уже распрацеваны планы реконструкции магистралей М8 и М10. Необходимость ввода участков платных дорог, возмещение средств, затрат государства на строительство новых автомобильных дорог. Насыщенным нападе обецая быть будущий тыдень. С 21-го по 24-го Кастрышника у Гомеля отбудется 12-я международная универсальная выстава «Кермаш. Бизнес у регионах». Я ее организатор – Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты. Удел примут делегации из России, Казахстана, Италии, Польши, Молдовы, Литвы, Бельгии. Представники бизнес-объединений и органов мясцовой улады. Свою продукцию представят малые предприемства легкой промысловости, машинобудование, древопрацовки, а также по оказанию по слуху сферы бизнеса и инновационных распрацовок. В ГТЖ-дни в Жлобене на базе Белорусского металлургического завода отбудется науково-техническая конференция «Литейная вытворчасть и металлургия-2015. Беларусь». Перспективы развития галины на сучасном этапе обмаркуют специалисты из Беларуси, России, Великобритании, Германии, Италии, Австрии и других краин. В ходе экскурсии по предприемству гостям покажут новый сорта прокатный цех номер 2, а также и другие вытворчие участки БМЗ. Своё профессийное свято на этом тыдне отзначили работники фармацевтичной и микробиологичной промысловости Беларуси. У Гомельской области это перв за все представники державных и коммерциных аптек. Кольки человек працует в фармацевтичной галине нашего региона, с чем связана отсутность у продажи некоторых леков и на кольки эффективны айчинные препараты. Гэта и некоторое иншее питанье наш корреспондент Олексин Цюроуза дау генеральному директору Гомельского республиканского унитарного предприемства фармацыя Наталье Судаковой. Наталья Николаевна, труд провизоров и фармацевтов, возможно, не так заметен, как труд медиков, но, наверное, не менее важен. Сколько человек сегодня работает в аптеках Гомельской области и есть ли дефицит специалистов? На сегодня в области у нас работает 1460 человек, из них 800 специалистов. Но, однако, существует недостаток фармацевтических кадров. У нас не хватает на сегодня 120 человек специалистов, и в том числе 26 по городу Гомелю. Конкуренция в области сегодня достаточно велика. Насколько уверенно чувствует себя фармацевтическая на рынке лекарств рядом с коммерческими аптеками? Знаете, у нас коммерческих аптек в городе Гомеле 80, наших 78. Но в области тоже 254 наши аптеки и 150 коммерческих. Но у нас здоровая конкуренция. Мы, в общем-то, выполняем, как говорится, занимаемся лекарственным обеспечением населением и мы, и коммерческие аптеки. Поэтому мы приглашаем их и на совещание, когда возникают какие-либо вопросы, и по заданию Минздрава, и сами. И предлагаем получение лекарственных средств с нашего аптечного склада, белорусских, отечественных наших препаратов. Поэтому у нас, в общем-то, есть взаимопонимание. В преддверии ожидаемого сезонного всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ, насколько наши аптеки обеспечены необходимыми лекарствами? Гриппа всегда все боятся, но и как только похолодание первое, уже появляется больше покупателей в аптеках, больше простудных заболеваний. На аптечном складе и в аптеках есть неснижаемый запас разных групп, которые касаются этой противовирусной, антимикробной, противовоспалительной, жаропонижающей. У нас есть большой неснижаемый запас, поэтому перебоев с препаратами не будет. Вместе с тем, с чем связано отсутствие в аптеках некоторых лекарств? Такие ситуации возникают периодически? Бывает возникают, но это зависит от того, что у нас бывают и неритмичные поставки каких-то лекарственных средств, не в полном объеме удовлетворяются наши заявки. Это связано с каким-то производственным причинам, с перерегистрацией есть некоторых препаратов. Но наши заводы-производители белорусские, они, конечно же, нам досылают письма о временном отсутствии каких-либо лекарств. Мы эту информацию доводим тоже нашим аптекам. Зарубежные производители, в общем-то, они информируют кратко, что в ближайшие 2-3 месяца по производственным причинам лекарственная форма будет отсутствовать. Но у нас есть очень много и синонимов, и аналогичных препаратов. Много ли сегодня в аптеках отечественных лекарств? И какова их эффективность по сравнению с импортными аналогами? Наши лекарства очень эффективные, и это доказано. Во-первых, 1 третья часть лекарственных средств идет на экспорт в 29 стран мира. Эти цифры уже говорят о многом. И по отзывам и врачей, и покупателей. У нас и эффективное лекарство, и доступная цена. С прошлого года в стране действует постановление Минздрава номер 66, которое регулирует вопросы рецептурного и безрецептурного отпуска лекарств. Поначалу было много недовольных. Какова сейчас ситуация? Нормализовалась ли она? Да, вы знаете, сразу было такое волнение какое-то со стороны народа по безрецептурному и рецептурному отпуску. Но безрецептурный отпуск составляет 61%. И сразу, как бы, это буквально было 2-3 месяца вот это волнение. Потом народ понял, что это не так страшно. Большой перечень безрецептурных препаратов. И сейчас все стабильно, все привыкли, все аптеки и государственные формы собственности, и негосударственные отпускают то, что положено по рецептам. Остальное без рецепта. Поэтому все стабилизировалось, все очень спокойно. И, ну, может, как всегда, какие-то новшества воспринимаются немножко страшновато. Тем более, врач имеет право выписать до 3 месяцев рецепт и до 6 месяцев. Поэтому хроническим больным они так и выписываются. Не нужно часто посещать поликлинику. Ну, а раз в 6 месяцев и нужно посетить. Спасибо за интервью и поздравляем коллектив фармации с праздником. И до поддей культурного життя. На минулым тэдні Гомель приймал гостей из Минска, Витебска и Москвы. Замежные выставочные проекты и гастроли актеров, музыкантов и литераторов. У центра головных поддей побывала наш корреспондент Ганна Ковалева. Четыре спектакля на любых гостей взрос привезли в Гомель витебске артисты. Театральный микс на сцене областного драмтеатра представил национальный академичный драматичный театр Мяя Куба Колоса. З вами Ганна Ковалева. И зараз про то, чем жил культурный Гомель у опошния «Семдзен». У гастрольной афиши Витебского театра траги комедия, комедия, мюзикл-памфлет и нарэшці «Каска Гульня». Опошня у васабляя на сцене пьесу гомельского драматурга Василя Ткачова. Дитячая история про то, як «Воук мамы» был поставлена на беларускай мове. Гастей сустракали у Центральной городской библиотецы имя Герцена. Литераторы Тамары Лисицка и Игорь Поляков об свою творчасти и новых книгах распавяли в формате 5D. С допомогой музыки, танцу, вида, мультипликации и моноспектакляв. Тамары Лисицка и Игорь Поляков. Уже вядомы же храм Гомеля. Год назад письменники наведывались в город над Сожем. На этот раз яны привезли новую программу. Что я на сабу уявляю, зараз уехать запытаем. Рады видеть вас снова в Гомеле. Скажите, как настроение? Рады ли снова встречать наш город? Конечно. Замечательно. Программа называется «Мужчина и женщина. Осенний марафон». Что он сабу будет представлять? Сложно ли было соединить творчество двух людей в нечто единое? Да, сложно, потому что это очень разные боли. Это разные точки зрения. Разная боль и разная радость. Но, в принципе, это переживание, боль и бег любого живого современного человека. После премьеры в Гомеле эту программу представить в Минске. Десятки километров в деле встречи с гомельчанами так само переодолили экспонаты новой выставы Палаца Румянцевых и Паскевичев. Больше как сотни работ прибыло из Москвы. Это род авторов, студенты и выкладчики Академии акварели и выявленных мастерства у Сергея Андреяки. Живопись, культура и декоративно-прикладная творчасть – все это демонстрирует процесс научения в Академии, аналогов, якой сегодня нема во всем свете. У суседней зале Палаца тым часом прайшел концерт с усветной вядомого скрыпача Артема Шишкова. Его прозвище уписано в Золотую книгу фонду «Новые имены планеты» и стоит у программах найбуйнейших международных фестивалей. А кроме того, он вядомый, как первый белорус, який сыграл на скрыпце «Страдивары». У Гомеля ендау – первый сольный концерт. Еще один подарунок для аматоров мастерства с усветного взрывни проготовали у музея истории города Гомеля. Тут представили репродукции картин вядомых мастаков. Уникальность работ у тем, что для передачи малюнка выкористовались они звыклые для живопису фарбы, а нитки. Знаемые сюжеты в незвычайном формате представила Валентина Игнатенко. У наступной «Семьдюн» нас чекает картинового выставочного проекта у картины галереи Горила Вашенки и парад премьеру областного драмтеатра. Он сберет журналистов и театральных критиков из всей страны. Как это отбудется, расскажем у наступную неделю. У субботу баскетболистки команды «Гомель-Сош» гульной супрать Брестской Викторы распочали свой шлях у чемпионате Беларуси. На наступном тыдне гамельчанки проведут два матчи и гулять придется с фаворитами. У сяраду на выезде с Гродзинской «Олимпей» у субботу дома. Саперник «Столичный горизонт». Уступают у боротьбу и мужчины. Гамельчане открыют сезон у субботу выездным матчем супрать команды «ЦМОКИ Минск-2». А в тем, что еще отбудется у спортивным житти Гомельской области, ведая Максим Савин. После операпинку одновился чемпионат Беларуси по футболе у высшейшей лизе. Гомель, який замыкает турнирную таблицу, еще не стратил шансы застаться у элите. Завтра зелено-белая поспробует взять очки у гостевой гульницы упрать Брестского «Динамо». У неделю на центральном Гомель будет примать Слуцк. У мини-футбольном чемпионате пройдуть гульни 7-го тура. Дома свои матчи проведуть Гомельский ВРЗ и Светлогорский ЦКК. Вагонабудовники у субботу чекают у гостей столичный дорожник. ЦКК будет спробовать добрать очки у девчого чемпиона Лид Сельмаша. Беларуская чугунка на выезде сгуляет с Минским «Динамо БНТУ». Агрокомбинат «Паудневый» с Микашевицким «Гранитом». Аматеров ганболу у субботу чекают на трибунах Гомельского палаца гульновых видов спорту. Мушинская команда ганбольного клуба «Гомель» проведет черговый матч чемпионат Украины. У соперника ганбольный клуб имя Лёвина. У хоккейном чемпионате у представников Гомельской области на наступном тыдне выездные матчи. Гомель у четвер згуляет с Солигорским «Шахтером», а Жлобинский «Металлур» с «Динамо Молодечна». У субботу команду обменяются соперниками. Рыси поедут у гостей до «Динамо». Остальные волки до «Шахтера». И на приконце выпуску коротко про надворье. Первый день наступного тыдня на Гомельщине будет относно теплым. По информации областного гидрометцентра, 19-го Кастрычника чекается переважно без западков. У особных районах махчим и туман. Ветер неустойливый 3-8 метров за секунду. Температура по ветру складе плюс 1-6 градуса у ночи, плюс 8-13 у день. Подобный сухий характер надворье захавается на Гомельщине у авторок и у Сираду. А вось с четверга надворье изменится. На территорию нашего региона пройдуть дожджи. Однако, не глядячи на гэта, по передних прогнозах, другая полова тыдня таксама будет относно теплой. На выходных джённые температуры по ветру будут варьироваться от плюс 8 до 13 градусов. И гэта была пошня информация нашего выпуску. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жыдаем вам только добрых новинов. До новых встреч у эфира. Субтитры подогнал «Симон»!